На библейский портал Экзегет поступил вопрос, возможно ли в православии достичь безгрешности? Хорошо, что уточнили в православии. В зависимости от того, что вы вкладываете в этот вопрос, и будет ответ. Потому что, к сожалению, многие священники знают категории людей, которые, приходя на исповедь, говорят, а я сегодня не грешил, или я неделю не грешил, или мне не в чем исповедовать, потому что грехов у меня нет. Вот он уже практически достиг безгрешности. Но вы же понимаете, что это не потому, что он достиг безгрешности, а потому что просто человек не следит за собой и не контролирует свое внутреннее духовное бытие, и поэтому просто не замечает его. Старец Самсон всем своим чадом духовным очень рекомендовал записывать на бумажечке и анализировать свои поступки, даже не с точки зрения обстоятельств совершения, а с точки зрения духовного состояния. Вот поэтому, если человек будет анализировать себя, следить за собой, будет в карманчике носить бумажечку и карандашик или ручечку, для того, чтобы, если какие-то обстоятельства произошли, записать на это, и потом ему всегда будет о чем поговорить. На исповеди, вернее, не поговорить, а за что попросить у Бога прощения, потому что всегда в взаимоотношениях человека и другого человека существуют такие конфликтные ситуации, которые, хотя и не похожи на конфликт, но результатом этих обстоятельств, а я бы ничего не сказал, а он-то подумал, а результатом этих отношений существуют ссоры между людьми или обиды между людьми. И вот это состояние обиды все равно вызвано чем? Грехом. Даже если вы не хотели это делать, даже если вы невольно это сделали, все равно состояние греха существует. За это и стоит попросить прощения и у людей, с кем вы были в общении, ну и в первую очередь Бога, потому что человек образ Бога, и греша против другого человека, мы вольно-невольно грешим против Бога, потому что Бог любит этого человека точно так же, как и нас любит. И любовь к тому человеку, и любовь к нам, она не позволяет Богу делить нас между собой, а то, что мы делимся между собой, и имеют друг на друга обиды, какие-то нестроения, оно приводит к тому, что человек один не то сказал, а другой не то подумал. В конце концов, вышла ссора. Поэтому безгрешности достичь, ну, можно только в двух случаях, если ты с ума сошел, и если ты просто не следишь за собой. Но стремиться к этому все равно надо, потому что при всей ясности того, что я попал в грязь, не останешься же там лежать. Надо все-таки выкарабкиваться с этой лужи, потому что лужа, в которой ты лежишь, и решаешь, так, я буду здесь лежать, потому что все равно через 15 метров я попаду в следующую лужу, лужу в этой тепленькой полежу. Ну, каждая лужа, в которой вы находитесь, она переполняется в конце концов вашими собственными экскрементами, и вы ими захлебнетесь. Поэтому, если вляпались уж куда-то, надо выкарабкиваться, стремиться вылезти. Ведь, знаете, задача-то, задача-то, как написано, не достиг безгрешности. Вот вы посмотрите, проанализируйте, попробуйте, проанализируйте, кто находится в раю. Мария Египетская, да, мученик Ванифатий, разбойник. Да мы много кого можем перебирать. С точки зрения человеческих отношений, эти люди не могут быть названы безгрешными. Но в конце концов они достигли рая. Поэтому, если вы стремитесь к Богу и к бытию вместе с Ним, это не задача достичь безгрешности, это задача достичь Бога. Вот поэтому стремиться надо не к безгрешности, а, я думаю, стремиться надо к Богу. Если вы будете стремиться к Богу, то грешность или безгрешность все равно приведет вас к тому, что вы с Ним встретитесь и соединитесь. Помоги вам, Господи. Аминь.